Добрый день! Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами находимся на выставке эксклюзивных автомобилей. Эта выставка проводится вокруг дома и называется она Ми-Мо, что означает Милано-Монца. С 2021-го, то есть с прошлого года, в Милане проводится очень интересное мероприятие. Автошоу. Называется оно Ми-Мо. Милано-Монца Моторс Шоу. Когда рядом со словом Милан появляются буквы МО, мы понимаем, что за ними скрыто не только слово Монца, но и неотъемлемое от Милана слово Мода. В этом, в 2022 году, шоу проводилось во второй раз и вызвало огромный интерес у любителей автомобилей красоты и моды. Главную площадь Дуома по периметру покрывают красной ковровой дорожкой и под вспышки фотокамер, как актеры на Каннском кинофестивале, по красной ковровой дорожке, один за одним выезжают автомобили невиданной красоты, нарядности, формы и технической оснащенности. И на главной площади города в течение четырех дней нам показывают тенденции автомобильной моды. Это же Милан. Голова начинает кружиться не только у мужчин, но и у женщин от имен участников. Феррари, Ламборгини, Бентли, Альфа-Ромео, Бугатти. В шоу участвуют 63 бренда, самых известных производителей мира. И они показывают свои достижения, свои лучшие, последние, самые продвинутые разработки. Это городские или гоночные автомобили, джипы или мотоциклы с гибридной или электрической заправкой. У них панель управления – это сенсорный экран, такой тачскрин, как у телефона или айпада. И они управляются автопилотом. Итак, главные тренды в автомобильной моде. Топ-технологии в оснащении. Плоская, обтекаемая форма. Электрическая заправка-зарядка. Как и в моде одежды – технологии, сберегающие экологию. Не глянцевое, а матовое покрытие, о чем я уже вам говорила. Не знаю, сколько продержится эта мода, но сейчас это точно тренд. И крайне важная информация для девочек – этот цвет. Как и лак для ногтей. Цвета сезона – красный, неон, золото, прозрачный, голубой, лед. У каждой машины был свой QR-код с полной коммерческой информацией. Коллекционеры, если влюбились, могли сразу купить себе свою новую любовь и сразу на ней уехать. Или для начала могли провести тест-драйв автомобиля или мотоцикла в районе парка Симпионе. В принципе, этот тест-драйв мог сделать любой желающий. Например, компания Кавасаки представила самый технологичный мотоцикл в мире. У него такие характеристики, что мой женский мозг просто отказался это понимать. Вот этот зеленый мотоцикл. После четырех дней на площади передома шоу не закончилось, а наступил Суперкарс Трек Дэй – заезд для прессы. После выставки все эти чудо-автомобили отправились на север Милана в городок Монца. Вот там-то и были продемонстрированы уже в работе технические возможности для потрясенной прессы. И раз уж я упомянула город Монца, который входит в название проекта Ми-Мо – Милану-Монца, то я коротко расскажу, почему именно Монца. Там находится гоночная трасса – национальный автодром. Это одна из трасс Формулы-1. Там ежегодно в сентябре проходит Гран-при Италии Формулы-1. Это одна из старейших гоночных трасс мира. Она была открыта, и по ней прошла первая гонка в 1922 году, то есть ровно 100 лет назад. А, например, знаменитая трасса в Монте-Карло появилась только лишь в 1929 году, то есть на 7 лет позже. Из всех трасс Формулы-1 эта трасса самая скоростная из-за длинных прямых участков. Не так, как в Монте-Карло, где много крутых поворотов. Но итальянская трасса имеет и самую драматическую историю. Ее наклонные виражи были рассчитаны в 1922 году на скорость не больше 190 км в час. Но с каждым годом скорость на трассах росла из-за технического прогресса машин. Рубеж 190 км остался позади, и на этой трассе начали происходить трагедии. Один за одним стали разбиваться лучшие гонщики, а иногда погибали и зрители, на которых вылетали с поворотов гоночные машины. С годами трассу многократно переделывали с целью безопасности. Ее длина 5 км в 740 метров. В этом году президент МИМО Андреа Леви сказал, «Автошоу – это отличная вечеринка, но мы уже с вами знаем, что итальянцы умеют сделать вечеринку везде и из всего». Дорогие друзья, чтобы получать мои новые видео, нужно сделать следующее. Если вы подписаны, а я надеюсь, что да, справа от слова «Вы подписаны» есть колокольчик. Его надо нажать, тогда к вам будут приходить мои новые видео, и мы не потеряем друг друга. Я прошу вас помочь в продвижении канала, а это подписка, лайк, комментарии, рассылка друзьям. А еще в комментариях давайте посмотрим, кто больше любит крутые машины – мальчики или девочки. Пишите ваши комментарии. До скорых встреч. Пока!